Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Зарбабай, и сегодня мы посмотрим на игру, которая называется Distant Bloom. Это приключенческая игра с элементами крафта. После едительной космической экспедиции мы и наша команда приземляемся на чужой планете с важной миссией. Создать новый дом для своего вида. Но это место сильно отличается от того, что мы видели в телескоп. Что случилось с растениями этого мира? А что будет с нами? Мы узнаем в этой игре. Игра вышла 27 марта этого года, у нее положительные отзывы в стиме, и, к сожалению, она не поддерживает русский язык, у нее только английский и упрощенный китайский язык. У нас бы только первый взгляд. Я поиграл в демо-версию до этого, мне она очень понравилась, эта игра. Я запросил ключик, чтобы сделать первый взгляд на полноценную игру. Но, к сожалению, руки дошли только сейчас, время только нашлось сейчас для этой игры. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Поехали! Буду очень рад вашим лайкам и комментариям. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Новая игра! Новая игра! Новая игра! Спящий, спящий, проснись. Я не сплю, но я так думаю. Ты проспал 547 тысяч 500 циклов. Вставай, пробуждайся. Ну что, наш корабль потерпел крушение. Просыпаемся. Вот такая вот графика. Такая мультяшная, прикольная. Так, поднять. Помоги! Эй, приятель, не бойся. Большое спасибо, спасатель. Что произошло? Ошибка, неполные данные в памяти. Мы вместе, теперь в безопасности. Да, но мой приемник полностью сломан. А где корабля, Чак? Моя капсула отделилась от основного корабля? Она отделилась во время посадки? Да, да. Отделилась. Разбилась. В ловушке. Кейки. Так, ну и тут, в принципе, можем у него спросить. Ты в порядке? Вы можете найти корабль, Чак? Ну, в порядке и так понятно, что он в порядке. Поэтому, он же робот. Что ему будет-то? Если он уже работает, функционирует, значит нормально. Спросим. Вы можете найти корабль, Чак? Триангуляция. Внешний радиус. Тогда нам придется поискать его. Старейшины и остальные могут быть в опасности. Давайте пойдем, пока эта штука не взорвалась. Окей, давайте пойдем. Я не против. Нам здесь, в принципе, больше делать нечего. Пошли искать основной корабль. Что здесь делает этот хлам? Крушение капсулы? Я так не думаю. Похоже, что это было здесь какое-то время назад. Но как? Эта планета должна быть нетронутой. Выбирать. Фу. С чего бы мне собирать чужой мусор? Исследование. А, исследовать мусор слишком низко. Либо для этого мне понадобится лабораторный халат. Ну, давайте возьмем вот такой вариант. И у меня нет лабораторного халата. Но я могу передать эту нашему настоящему ученому, если он не спит. Так, окей. И что? Поднять. Новый ресурс. Это мусор, да? Гарбейдж. Мусор, получается, переводится. Что у нас есть? Инвентарь. Пока ничего не доступно. Ну, хорошо. Так, у нас несколько путей, куда можно вот пойти, да? Так, ну тут мы ничего не собираем. Тут ничего нет. Есть подъем наверх. А, тоже можно собрать мусор. Отлично. Ну, наверное, для чего-то пригодится. Ох. Так, у нас очень много вариантов, куда пойти. Я сейчас тут тогда запутаюсь. Это мы соберем-то, конечно. Попробуем тогда сюда пойти. Может быть, где-то будет тупик. Ну, судя по всему, вот здесь как раз тупик и есть. Мы что-то видим, но непонятно, что такое. В демке этого не было. То есть, демка тоже началась с крушения, но там все было немножко по-другому. И более яркое. То есть, как бы днем, по-моему, было падение, а сейчас у нас сплошная ночь. Уже отличие прям кардинальное. Так, можно, наверное, спрыгнуть, да? А, нет, прыгать тут нельзя. Хорошо. Эта планета была полна жизней, когда мы видели ее с Альтра-2, но ни одно из растений не выглядит так, как показано в путеводителе. Хм... Размытый телескоп? Возможно, изображение получилось немного нечетким, но мы очень долго находились в креосне. Кто знает, что произошло? Да, кто знает, что произошло. Но мы его не собираем. Угу. Здесь мы пройти не можем, да? Мы можем спрыгнуть. Так, это мы с вами просто до мусора добрались. Тоже не собираем. У нас пока только единственный ресурс, а там мусор. Больше пока ничего у нас не было, да? О, там еще капсула, кстати. Крио капсула. Еще одна крио-подушка. Им повезло, кто бы там ни был внутри. Он все еще крепко спит. Мы должны разбудить его. Доступ к руководству миссии. Соблюдатель правил техники безопасности. Только руководитель миссии может вывести членов экипажа из крио-сна. Да, вы правы. Я действительно надеюсь, что старейшина безопасности. В противном случае эта переделка останется там надолго. Больше не сплю. Одинок. Не волнуйся. Мы вернемся за ними. То есть мы сейчас их будить не будем. Потому что нам нужен капитан, да? Хорошо. Пошли тогда искать капитана. А если капитан будет спать в крио-сне, и что мы будем делать? Какой-то получится замкнутый круг. Так, ну мы здесь явно не пройдем. Так, а там нет прохода? Нет, тупичок. Туда тоже не пройти. Но, в принципе... Очаг корабля в радиусе действия. Ах, теперь я вижу это по своему компасу. А, у нас теперь есть компас. Это ваш компас. Он показывает вам общее направление к важным вещам и текущее время суток. Хорошо. Сейчас у нас получается день, да? Так, я здесь тоже не пройду. Новое начало. Найти кораблячак. Так. Ха-ха-ха. У-ху! Ха-ха-ха. Так. Здесь ничего нет. Тоже какие-то непонятные растения переграживают путь. Что у нас здесь? Мы туда еще успеем зайти. Сейчас вокруг побегаем. Угу. Мы далеко, типа, от корабля. Нас туда даже не ведут. Нам туда идти пока нельзя. Походим там, где можем. Так. Сюда тоже нельзя. Просто, может быть, тут поблизости где-то будет еще мусор. Так. А. Все. Я думал, можно будет собрать мусор, но нам не дали. Старейшина, вы проснулись? Старейшина у Морел. Конечно, я рад. А работ не мог отвечать за установку очага. Это корабль, деликатная сдача, который я выполнил безупречно. Значит, вы собираетесь отсоединить криоподушки? Отсоединить? А, вы хотите сказать, что обзорные зонды? Нет, я имею ввиду, что моя капсула разбилась неподалеку. Я очнулся на земле и обнаружил Кея. Кея завалил обломками. О-о-о-о. Клянусь, изобилием. Должна быть, произошла неисправность. Только зоны должны быть отсоединены перед посадкой. Мы быстро разберемся с этим. Но расскажи мне, на что это похоже? Что вы видели? Так, что мы видели? Мы видели капсулу одну спасательную. Крио капсулу, где спал кто-то. Я нашел разбросанный повсюду хлам. Я видел капсулу другого у Альтера. Во. О, давайте про капсулу скажем. Он казался нетронутым, но мы должны были быстро вытащить их оттуда. Конечно, вы правильно сделали, что последовали протоколы и нашли меня. Но капсулы обеспечивают защиту. Прежде чем открывать какие-либо другие, мы должны убедиться, что наше окружение также безопасно. Рискуя показаться невежливым, скажу, что эти растения выглядят подозрительно. Посмотрите их и доложите мне. Вот, возьмите экзоскан. Он покажет вам данные обо всем, что вы сканируете. Так, экзоскан. Новый предмет. Сканирование объектов предоставит вам дополнительную информацию об объекте, о котором идет речь, и будет сохранено в вашем журнале. Экипировать на единичку. Окей. Так, сканировать растения вокруг корабля. Ну и что скажешь ты по поводу этого мусора? Мусор, тип, изделие, чужое сокровище. Чужое сокровище. Так, а где, получается, библиотека-то? Так, ну окей, я могу... А, я, чтобы не его собрать, надо его убрать, да. Ну давайте просканируем. Пока давайте без сканера, потому что мы мусор тоже просканировали. Ничего нового уже не будет. Так, вот это уже интересно. Поднять мы это не можем. Это новый у нас предмет. Большая металлическая груда. Чтобы излечь эти большие куски металла из земли, потребуется значительное усилие. Окей. Мы, получается, его не можем сейчас никак понять. У нас нечем простым. А вот что-то еще, да, у нас? Пузыряющаяся слизь. Какая-то пена, которая испортилась. Может быть, есть способ превратить ее во что-то полезное? Ну, опять-таки, тоже пока не ясно, как это делать. Так, далеко от корабля. Дерево какое-то, да? Хода до пули. Хода до пули. Ну ок. Так, ну я могу только его отсканировать. Больше делать ничего не могу. Хорошо. Это мы вернулись к кораблю. Вот это могу отсканировать я? Нет. Наверху что-то еще есть, да? О, и там можно сканировать. Куча всего. Хода капекс какой-то. Окей. Уже становится темно. Ну, тут, в принципе, особо-то и светло-то не было, да? Так, вот это что-то тоже новенькое. А, это тоже у нас предмет новый. Отходы производства стекла. Выброшенное стекло. Сплавленное временем. Можно ли его разбить на части? Ну, пока нет. Но, возможно, потом мы сможем это сделать, да? Таким образом, с вами можем получить стекло. Так, давай теперь здесь загуляем, посмотрим. Хотя, скорее всего, опять-таки скажут, что мы далеко от корабля отошли. Да. Можем отсканировать это вот растение. А, все, да? Окей. Я думал, надо везде побегать. Там просто мы еще наверху не были. Это был последний. Итак, у нас есть папоротник, трава и дерево. Давайте покажем старейшины наши находки. Квест выполнен. Хорошо. Но мы-то все равно можем еще с вами отсканировать, правильно? Так, это мы все уже отсканировали. Так, попробую сейчас его обойти, этого старейшину, чтобы... немножко выше подняться. Да-да, подожди, 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 подожди. А, все, да? Нет, вот здесь можно было подняться. Здесь не отсканируем. Но это тоже самое металл. Да иду я, иду. Старейшина, я думаю, что растения выглядят плохо, потому что они борются, а не потому что они опасны. Мне было интересно, не выбрасывает ли мусор? Нет, этого не может быть. На Алтара-2 мусор был повсюду, и у нас никогда не возникало проблем. Просто перестаньте это собирать, и все будет в порядке. Разве ты не должен открывать капсулы? Вот именно. У нас по протоколу ты должен открывать капсулы. А это прям прямое нарушение протокола. Я должен определить местонахождение зондов-разведчиков, да. Это требует выполнения сложных триангуляционных операций с корабельной консоли. Тем временем, я надеюсь, вы с максимальной тщательностью выполните задачу по открытию капсулы. Сделаю в лучшем виде. Так, использовать карту. На ТАП. Используйте свою карту и дневник, чтобы сориентироваться. Хорошо. Так, вот наш инвентарь. У нас есть только мусор. И больше пока ничего. Что еще? Сидбэк. Это, наверное, какая-то готовка, да? Или, подожди, сид это у нас еще семя. Никак не перевел. Потому что слово слитное, поэтому, скорее всего, не переводит. Ну ок. Ладно. Что еще? Журнал. Это наши квесты. Друзья. Угу. У него есть любимые какие-то блюда. Какие-то факты. Экзоскан. Растения. Это у нас обучение. И сама карта. Мы, получается, были здесь, да? Ну, в принципе, и все. Ладно. Возвращаемся. Так. Подожди. А как, чтобы мне подняться? Здесь я не пройду. Может, где-то здесь есть проход? А, ну да. Нас же просто здесь не пускали. Теперь мы спокойно сможем пройти. Угу. И все зацвело. Ну вот, оговорили, мусор не убирайте. О, как все это пахнет. Свидетель. Сборщик мусора. О, как я и думал. Это из-за мусора им приходится туго. Я и понятия не имел, что растения могут выглядеть так красиво. Загрязняющие вещества могут привести к заболеванию и увяданию растений. Удалите их, чтобы помочь растениям и окружающей среде расти. Ну, прекрасно. Там вот тоже какой-то мусор, да, валяется. Уже ночь. О, корень вырос. Вау, это не просто растения, которые росли, когда я ее убирал. Этот корень массивный. Как думаете, он достаточно прочный, чтобы по нему ходить? Корневой мост. Да, корневой мост. Он, кстати, сразу побежал, да? Не дождался меня. Потихонечку возвращаем жизнь на эту планету. Так, ну здесь я не пройду. О, что-то новенькое. Что это? Еще больше мусора. Но выглядит оно по-другому. Он органический. Похоже, он реагирует на соседние растения. Так, нам надо его с вами отсканировать. Застывшая слизь. Клейкое вещество, которое, по-видимому, затверделяло со временем. По-видимому, вызывает бурную реакцию, когда растения находятся поблизости. Так, взрывается все это дело. Я думал, это с вами будем собирать. Эй, смотри, растения отфильтровали загрязнение, как только выросли. Хорошие растения. Это странное вещество можно удалить с помощью ближайших растений, если только они достаточно окрепли. Окей. То есть мы сами убирать не будем, да? Ну, здесь мы не пройдем. Сейчас мы тут еще мусор пособираем. Там еще есть мусор, да? На, туда попасть я пока не могу. Это как-то там надо идти. Ну, может быть, сейчас найдем проход, посмотрим. Так, еще один корень окреп. Новое место для сканирования. Так, тут куча металла, но мы пока его не собираем. А, мы дошли до капсулы, но давайте сначала здесь отсканируем эту местность. Масляная жидкость. Оил, это масло, спил. Разлив нефти. Вонючая лужа сырой нефти. Вам понадобится что-нибудь, чтобы ее впитать. Окей. Какой-то пылесос нам потребуется для этого дела. Но мы дошли с вами до капсулы. Так, это как раз... Проходили мы там. Ну, давайте будить. О, какой-то повар. Просыпайся, просыпайся. Вот уж кого я не ждал увидеть. Мы прибыли? Да, мы уже на Альтра-3. Слава богу. Не думаю, что мои кости выдержали бы еще один день в этой капсуле. Подожди. Я думал, мы будем у корабля. Сердце? Мы недалеко. Просто пройдите через пещеру, и вы доберетесь до нее. Отлично. Ты продолжай. А мне сначала нужно собрать свои ароматические капсулы. Окей. Вернуться на базу. Так, мы можем, наверное, с ним пообщаться, да? Вы снова отправились на разведку? Ну, сейчас вернемся на базу и отправимся на разведку по-любому. Но он, скорее всего, сам доберется. Поэтому мы сейчас быстренько добежим до базы. Так, надо вспомнить-то. Нам не сюда надо было идти, да? А сюда. Просто здесь, через пещеру, короткий путь. Так, давайте. Ах, как хорошо, что ты вернулся целым и невредимым. Да, миссия выполнена. О, тогда где же наш коллега по команде? Что ж, то, что произошло, было... Что произошло? Куда он улетел? Очень хорошо, полагаю, они должны были прибыть с минуты на минуту. Вы оба отлично поработали. Куда исчез этот робот? Кики? Он не мог далеко уйти, не волнуйся, я пойду и осмотрюсь. Найти Кики, ну пошли искать Кики. Кейки, Кейки. Вот и ты, приятель. Почему ты тут так внезапно убежал? Обнаружена активность. О, в этот корень возвращается частичка жизни. Это из-за растений, которым мы помогли ранее? Но, похоже, этого недостаточно. По крайней мере, пока. Куда ведет этот корень, интересно? Внутрь пещеры? Я толком не вижу. Мы докопаемся до сути по этой проблеме, если бы только ты был достаточно силен, чтобы донести меня туда. Но он его тебе не привезет, конечно. Окей. Мы докопаемся до сути этой проблемы. Может быть, помощь большего количества растений поможет добиться успеха. Но это на потом. Пойдем посмотрим, приехал ли уже Бахан. Так, Бахан как раз тот, который мы с вами разбудили. Помогая растениям расти, вы возвращаете жизнь в мир, что, в свою очередь, увеличивает планку оживления. Окей. Вернуться к старейшине. О, хорошо, вы нашли робота. Бахан только что прибыл. Вот и вы двое. Еще раз спасибо, что пришли за мной. Я бы, естественно, пришел разбудить вас сам, но... Я не могу оставить корабль-очаг в руках новичка. Не волнуйся, ваш ассистент был очень полезен. Старейшина, нам с кейки удалось вернуть жизнь некоторым близлежащим корням. Это здорово. А теперь давайте распаковываться. Я нашел на корабле палатку для хранения вещей. Поставь ее, пожалуйста. Я что, должен оставить свои драгоценные капсулы с ароматом в палатке? Где рейса? Они должны построить мастерскую. На самом деле... Где все? Палатка, ассистент. Ему нужна только палатка. Короче, старейшина нифига ничего не знает. Но играет роль важную. Почему Бахан не может это устроить? Окей, я поставлю палатку без проблем. Не вижу в этом ничего такого сложного. Это не сильно улучшая ситуация, но я ценю это. Пока у меня есть место для всех моих спортивных вещей. Сообщите Бахану, когда закончите. Дальше нужно сделать еще кое-что. О, а вот в демке корабль был недоступен. Коробки валялись при входе в корабль. Подняться на второй этаж. Окей. А можно что-то тут отсканировать? Нет? Ну ладно. Вот, в принципе, и все. Она сама построилась. Просто разложили. Палатка ждет вас. Спасибо, но я узнал о старейшине, что в корабельном трюме есть свободное место. Твое место? Я не думаю, что смогу уместить себя и всю свою утварь в этой крошечной палатке. Что вы скажете о смене места жительства? Спасибо. Я постелил палатку вам, так еще теперь должен уступить свое место. Класс. Ты хочешь сказать, что я буду спать в палатке, а ты на корабле? Ну, типа да. Он, типа, на это намекает. Вот это не честно, я согласен полностью. Я понимаю, Волос, но подумайте об этом. На самом деле для всех будет лучше, если я буду хранить свои капсулы в безопасном сухом месте. Мы же не хотим, чтобы у них испортился вкус, верно? Ты даже не пытаешься. Пойдем, я приготовлю особенное желе специально для тебя. Хорошо. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Тогда я отнесу свои вещи на корабль. Возможно, я немного перепаковал вещи. Давайте посмотрим, что здесь. Что в имя святое святого это такое? Что эта лопата делает в моем рюкзаке? Я что, всю дорогу спал на ней? Неудивительно, что у меня болит спина. Просто подождите, пока не станете старше, и у тебя не начнут болеть суставы. Тогда тебе будет не до смеха. Полегче. Вот, я забираю это у тебя из рук. Спасибо. Я больше никогда не хочу видеть эту штуку. Так, у нас появился предмет лопата. На двоечку. Эта лопата удобный инструмент. Но для чего ее использовать? В смысле, для чего? Чтобы копать металл тот же самый. Так, новый квест у старейшины. Старейшина? О, что нового? С тобой все в порядке? Я могу вам чего-нибудь помочь? Давай спросим про помощь. Первым шагом в руководстве по выполнению миссии является создание базы базирования. Хотя ничего не говорится о том, что делать, если экипаж разсоточится. Нет. Старейшая федерация тщательно разработала это руководство. Если мы просто будем следовать инструкциям, то сможем разобраться во всем этом. Найти остальных – первостепенная задача. Почему никто не думал, что такое может случиться? Так, найти всех остальных – это первостепенная задача, 100%. Я разделяю вашу озабоченность, но это не так-то просто. Я не должен вам это говорить, но мне нужно, чтобы вы поняли ситуацию. Перед началом нашей экспедиции в Экс-ОКО были некоторые сокращения бюджета. Я полагаю, что была запланирована система аварийного высвобождения, но затем от нее отказались на полпути. Таким образом, хотя кнопка выброса все еще существует на корабле, отсоединение капсулы фактически невозможно следить. Ух ты, это… это глупо. Мы здесь для того, чтобы подвергать сомнению тех, кто сделал эту экспедицию возможной. Экс-ОКО выполнила все требования Федерации по технике безопасности. Тогда мы придумаем наше собственное решение. Значит, легковоспламеняющиеся капсулы получили зеленый сертификат. Так, ну, этот вариант не очень нам нравится, первый подойдет. Почему бы тебе не направить свою энергию на что-нибудь полезное, вместо того, чтобы приставать ко мне? О, как раз вовремя. Вы слышали это? Этот корабль сообщает нам о нахождении одного из наших следовательских зондов. Зайдите внутрь корабля и введите координаты в свой компас. Затем отправляйтесь в путь, чтобы найти зонд, конечно. Ну, окей. Пойдем, зайдем. Проба 34Q. Пойти за сигналом. Зонд 34Q. Следуйте по сигналу на юго-запад. Окей. Ну, пошли. Так, подожди. У нас лопата на двоечку. Могу я теперь копать? Тут, по-моему, где-то недалеко был металл. Можно попытаться его выкопать, да? Здесь, скорее всего... А, вот, кстати. Да. Нет, тут, скорее всего, наверное, большая груда совсем, да? Да, это большая груда металла. Это нам не подойдет. А вот какие-нибудь мелкие... Мелкие тоже, по-моему, здесь и были. Угу. Можно сажать, но непонятно, что сажать. Да, у нас нет семян. Сидбэк, да, это вот как раз, я говорил, сумочка с семенами. Так, это тоже собирать я не могу. Угу. То есть, по идее, это у нас не для выкапывания металла, да? А для того, чтобы лунку делать. Сажать семена. И здесь, и здесь это дело можно посадить. Я просто хотел посмотреть, на кучку металла могу ли я его выкапывать. Ну ладно, пошли тогда пока по заданию. Так, все зацвело, хорошо. Кей-кей, подожди. Я только что заметил, что на этой траве что-то растет. Кажется, они называются семечки. И попробую захватить немного, прежде чем мы додвинемся дальше. Так, то есть, с этих растений можно собирать семена. Такие ресурсы, как семена, можно собирать с уже зацветших растений. Просто подойдите к такому растению и нажмите собрать. Окей, давай соберем. Вот это какие-то жуки, а не семена. Сбор урожая, пилокоперу, семена трав. Ну, взять все, конечно же. С этих мы не берем. Ну, по крайней мере, хотя бы сейчас можно что-то посадить, да? Становится вообще темно. Ну, а вот и капсула, кстати. Это верно. Но он врезан в другую сторону обрыва. Я не думаю, что мы сможем добраться до него отсюда. Давай найдем другой путь. Так, побегом сначала здесь. Да, как-то демка была поярче, если честно. Так, ну-ка попробуем вот это вот. Не, нельзя, да, поднять металл лопатой? Окей. Хм. Похоже, что только удаление загрязнения было недостаточно для этого места. Знаешь, мне было интересно. Я на самом деле не знаю, как устроены растения, но ведь есть способ их вырастить, верно? Спросить у семечки? Хм, я не думаю, что они умеют говорить. Не так ли? Они растут из земли, так что давайте посадим одно из них туда. У селки есть с лопатом. Ну да. Окей, давайте сажать. Пустые чеки с грунтом можно использовать для посадки семян. Просто возьмите лопату, выкопайте ямку и затем выберите, какие семена посадить. Угу. Так, здесь не сказано ничего, да? У нас пять семечек есть. Окей. Что скажешь сейчас? Уже хорошо, но маловато, да? То есть можно, в принципе, туда еще посадить что-то. Так, но это маловато, да? Да. Сажаем еще. Заработало. Размещение двух растений разных видов рядом друг с другом позволит им вырасти здоровыми. А, именно разных. Хорошо. Мы посадили два одинаковых. Ну, главное, у нас корень появился. Так, здесь у нас вообще без вариантов. Металл пока мы еще не можем собирать. Ничем. Так, у меня сейчас последняя семечка закончилась. Все, больше нету. А, на этот раз соседние выросли еще больше. Трава, папоротник, дерево. Расти вместе? Ну, да. Может быть, они такие же, как мы. Наличие множества разных соседей делает их счастливыми. И посмотрите, у них у всех теперь много семян. Может быть, теперь, когда они стали такими большими, может быть, еще немного от них всех. При наличии двух соседей разных типов растений могут вырасти достаточно сильными, чтобы зацвести, что позволит вам собрать урожай их семян. Окей. То есть, я могу собрать здесь. Я могу собрать здесь. Я могу собрать здесь. Прекрасно. У нас есть три вида семян. Это что сейчас произошло? Что-то только что пролетело. Это были семена? Должно быть, так оно и было. Там, где они упали, растут новые растения. Кейки поймал. Нет, это хорошо. Я думаю, так они распространяются. Это поможет нам быстрее посадить семена. Когда растения зацветут, они попытаются распространить свои семена на ближайшие пустые плитки. Окей. Нам нужно еще посадить? Ну, тут, в принципе, семена эти я уже собрал. У меня вроде как они есть, да? А, я еще могу собрать. С этих почему-то ноль, да? Может быть, у меня просто нет места? Так, деревья. Так, ну понятно, это я собрал. Вот. А я тут думал, я вроде собирал эти семена. Оказывается, что я их не собрал. Ну, так нам дальше сажать? Скорее всего, да. Что у нас здесь есть? Вопрос, что сажать, да? Сюда можно, наверное, в принципе, посадить дерево. Да, отлично. Ой, я... Блин, я убрал, наоборот. Не то сделал. Или лучше здесь собрать и посадить вот это вот. Да, все три разные. Хорошо. То есть, это можно будет... Если убрать лопату, то так мы собираем семена, а с лопатой мы просто пересаживаем. Я не могу зайти. Странно. Ладно, пошли. Корень-то появился. Угу. Ну, здесь надо будет сажать все трех разных, да? Посадим сначала дерево. Затем папоротник, да? И траву. Так, мы можем спуститься, сделать себе короткий путь. А, ну тут я ничего вообще сделать не могу. Не пересадить, ничего абсолютно. Хорошо. Пошли наверх. Так. Так, туда понятно. Здесь, пока мы не посадим растение, у нас ничего не поменяется. Ну, тут только сажать. Это у нас, кстати, что? Это у нас дерево. Ой, не то нажал. Это у нас дерево. Значит, сажаем сюда папоротник. Сюда траву. Так. Сюда папоротник. А сюда посадим траву. Все? Отлично. Вроде как все довольны. Так, еще какая-то непонятная кучка. Опять-таки, мы собирать с вами не можем. И здесь ничего нового не появилось. Ну, пошли тогда. О, нам нужно заканчивать серию, друзья. Игра очень интересная, но, блин, опять-таки, жалко, что она только на английском языке. Очень жаль. Может быть, со временем как-то и добавят русский язык. Так, можно, в принципе, здесь сажать. Так, это что такое? А, не могу собрать, да? Блин, жалко. Так, поднять. А, можно посидеть. Полюбоваться кристаллом. Пошли. У нас куча дел. Надо уже дойти до капсулы. Ну, в принципе, здесь можно, получается, посадить. Смотри. Значит, сажаем здесь дерево. Сажаем сюда. Папоротник. Сажаем сюда траву. Сюда, получается, папоротник. Отлично. Проход мы с вами себе сделали. Ух, не то сделал, блин. Надо лопату убирать, не забывать. У меня просто уже семена закончилась. Надо пособирать семена. Так, а здесь у нас, опять-таки, это, получается, тоже папоротник, да? Да. Сюда можно посадить тогда траву. Окей. Блин, я просто... Я не собираю, я не ту кнопку нажимаю. Хорошо. Собрал. Так, ну и здесь, в принципе, тоже можно посадить траву. А-а-а. Не пойдет такое дело, потому что там уже есть... Есть трава с этой стороны. Ну, хорошо. А-а-а. Открыли себе короткий путь. Что еще где можем посадить? Давайте побегаем, посмотрим. Тут вообще какие-то трубы уже. Ну, здесь мы не пройдем. Это тоже бесполезно, пока мы металл с вами не соберем. Опа. Должно быть, это и есть тот самый сирийский зонд, о котором упоминал старейшина. Похоже, он собрал довольно много данных об этом регионе. Я надеюсь, что входящий канал связи все еще работает, и мы сможем отправить их обратно на корабль-очаг. Инструкции? Это не должно быть слишком сложно. Просто позволь мне... Ага, вот так. Так. Все, да? Хорошо. Здесь ничего у нас нет, да? Так. Вот, в принципе, и капсулы у нас тут есть. Ну и что? Почему мы встали? Мы зависли, друзья. Ха-ха. Походу, робот где-то должен был появиться, но он завис. Я даже выйти не могу. Ну, ладно. Значит, вот на этом с вами и закончим. А, не, все, отлично. Просыпайся, просыпайся. Да, робот где-то завис, походу. Но, типа, капсула пустая. А? Как они выбросили с капсулы? Если нет... Нет. Неужели мы забыли о них на Альтра-2? Кей-Кей охраняет капсулы на корабле. Все на месте. Ага, это записка от Рейзы. Для старейшины Умарелло. Если вы не старейшины, передайте это старейшине. Читать? О, вот это интересно. Я помощник старейшины, так что... Будем читать. Очнулся от Креос на три цикла назад. Я цел и невредим. Я взвесил все за и против и ожидаю спасения. Решил отправиться в путь. Я пойду вдоль реки рейса. Странно. Почему бы Рейси не дождаться нас, если он думал, что мы их найдем? И кто знает, какой длины эта река? Давайте вернем записку старейшины Умарелло вместе с данными. Давайте. Но не в этой серии. Вот такая вот игра. Пишите свое мнение в комментариях. Может быть, если когда добавят русский язык, то, может быть, мы с вами ее и пройдем полноценно. Все зависит от того, будет ли добавлен в нее русский язык. Игра мне очень понравилась. Я скажу еще раз, потому что я играл в демо-версию. Демка мне очень зашла, но она была немножко поярче. Здесь прям все как-то темновато, серо. Все уныло. Ну, в принципе, как и описывается, что это все у нас в упадке. А так, игра мне очень понравилась. Пишите свое мнение в комментариях. На сегодня у меня все, ребята. Так что подписывайся на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен, Рутуб. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Всем удачи, ребята. Всем пока.